Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 18 ноября, Православная Церковь совершает память святых мучеников Галактиона и Епистемии. Богатые и знатные супруги Клитофон и Левкипия жили в городе Эмесе-Финикийском. Долгое время были бездетны. Много золота отдали супруги языческим жрецам, но оставались бесплодными. Городом Эмес в III веке управлял поставленный римскими кесарями сириец Секунд. Он был беспощадный и ревностный гонитель христиан и для их устрашения велел выставить на улицах изощренные орудия пыток. Достаточно было малейшего подозрения в принадлежности к секте Галилеян, так язычники именовали христиан, чтобы человек был схвачен и предан мучению. Несмотря на это, многие христиане добровольно отдавали себя в руки палачей, желая пострадать за Христа. Один старый человек по имени Ануфрий, скрывавший под рубищем нищего свое иноческое и пресвитерское достоинство, ходил по Эмесу из дома в дом, прося подаяния. Везде, где он видел возможность отвратить людей от языческого заблуждения, он проповедовал о Христе. Однажды он пришел в богатый дом Левкепии. Принимая от нее милостыню, инок почувствовал, что женщина печальна, и спросил ее о причине этой печали. Она поведала старцу о своем семейном несчастье. Утешая ее, Ануфрий рассказал ей о едином истинном Боге, о его всемогуществе и милости, о том, что он всегда дает просимое тем, кто с верой обращается к нему. Надежда наполнила душу Левкепии. Она уверовала и приняла святое крещение. Вскоре после того во сне ей было открыто, что она родит сына, который станет истинным последователем Христа. Сначала Левкепия скрывала от мужа свою радость, но когда младенец родился, она открыла мужу свою тайну и убедила его креститься. Младенца назвали Галактионом. Родители воспитали его в христианской вере и дали ему прекрасное образование. Он мог сделать блестящую карьеру, но Галактион стремился к непорочной иноческой жизни, уединению и молитве. Когда Галактиону было 24 года, отец решил его женить и нашел невесту, красивую и знатную девушку по имени Епистимия. Сын не противился воле отца, однако по промыслу Божьему свадьба была на некоторое время отложена. Часто, посещая невесту, Галактион постепенно открыл ей свою веру, обратил ее ко Христу и сам тайно крестил ее. Вместе с Епистимией крестился и один из ее рабов – Евтоумий. Новообращенные решили, по примеру Галактиона, посвятить себя иноческой жизни. Покинув город, они скрылись на горе Публион, где было два тайных монастыря – мужской и женский. Новые иноки должны были взять на себя всю необходимую физическую работу, так как насельники обоих монастырей были стары и немощны. Несколько лет иноки подвязались в трудах, посте и молитвах. Однажды Епистимии было во сне видения. Она и Галактион стоят в дивном дворце перед светлым царем, и царь подает им золотые венцы. Это было предвестием их скорой мученической кончины. Язычникам стало известно о существовании монастырей. Был послан отряд, чтобы схватить их насельников. Однако монахи и монахини успели укрыться в горах. Только Галактион не захотел бежать и остался в келье, читая Священное Писание. Когда Епистимия увидела, что воины ведут связанного Галактиона, она стала умолять Игумению отпустить ее, потому что хотела принять муки за Христа вместе со своим обручником и учителем. Игумения со слезами благословила Епистимию на подвиг. Святые перенесли тяжелейшие пытки, молясь и прославляя Христа. По приказу судьи их четвертовали. Евтолмий, бывший раб Епистимии, брат ее во Христе и сподвижник в иноческом делании, тайно предал честному погребению тела святых мучеников. Он же написал в назидании современникам и потомкам их житие. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Святителя Ионы, архиепископа Новгородского, святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Воспоминается избрание его на патриарше престол в 1917 году. А также апостолов от 70, Патрова, Ерма, Лина, Гая, филолога, святителя Григория, архиепископа Александрийского, священномученика Гавриила Масленникова, пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и неоскудевающей помощи Божией по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok